ну сейчас мы с вами напишем еще одну легкую задачу это тюльпаны с виду она сложная и многогранная на самом деле очень простая и изящная материалы которые нам понадобится краска количество краски которая не меньше которой стоит выдавливать на холст мочим холст разбавителем это мы делаем для того чтобы набор краски на холст не имел сопротивление к сухости холста сухость холста преодолена разбавителем мы сейчас легко вписываем большое количество розового вы видите розовый у нас мигнул где-то желтым пановое пятно у нас достаточно сложное там есть розовые желтые и зеленоватые вот и мы сейчас набрасываем вещество краски для того чтобы было с чем работать мастихинами я сейчас это вещество гоняю по холсту добираю краски на холст то есть влаги и вещества краски на холсте должно быть столько и скорость вашего набора должна быть такая чтобы вы могли мастихином вытворять вот это то что сейчас я делаю то есть это не должно затянуться на час то есть метнуть жидкости на холст то есть разбавителя метнуть белил розовил желтил и вот сейчас уже зелененький бирюзовая в данном случае и вот так гоняем гоняем краску если вы недостаточно положили вещества краски у вас будет невкусный фон поэтому наблюдайте будьте внимательными и не пожалеете краски на холст для того чтобы мастихин вот это вытворял сейчас и тем же мастихином набираю пятна будущих цветков приблизительные силуэты я нашел картиночку фотоматериал с фотошопом этот фотоматериал был какой-то иностранный фотограф я нашел симпатичную фотографию для того чтобы написать и перевести ее на язык масла вот и подсматриваю в интернет я ее отложил естественно эту картинку папку и подсматриваю затем какая там композиция цветков какая тональность цветков вы видите я просто мастихином набрал вещества краски темности краски сейчас я как бы прорезаю мастихином общие силуэты лепестков и даже густотой краски вы видите обозначаю передний лепесток который вышел на нас то есть наша задача нарисовать колокол цветка в том смысле что у него есть внутренняя часть его есть внешние части внешние эти лепестки и внутренняя как бы пустота которая темна потому что она внутри не освещена все те цвета которые я сейчас укладываю я вижу на фотографии которые у меня на ноутбуке эти светлые части я тоже вижу и вот таким густым слоем преодолеваю подкладку которая у меня уже есть наполняя ее более светлым содержанием направление лепестков вы видите уложено где-то штриховательное движение мастихином где-то шпатлевочное движение мастихином сейчас художник увлекся фоновыми пятнами то есть какие-то мерцания мерцания фоновых пятен намеков на цветки второго плана свет тень второго плана то есть это не что-то внятное что-то требующее выписки это это цветовые настроения фоновым пятнем где-то мигнул зеленый лепестков второго плана листьев листьев где-то цветков освещенных и не освещенных вы видите произвол полнейший при этом вы видите что фоновое пятно сохранила общую свою фональность цветки внятно темнее сейчас более еще внятно темнее появляются листья и стволы тюльпанов ну то что мне удалось с одного жеста возможно вам с одного жеста не удастся хотя пробуйте в живописи очень важен жест если вы нечто положили с одного движения делает вам честь и коллеги по цеху конечно же оценят ваш успех то есть не пытайтесь делать мелкими штришочками постарайтесь мы достаточно способны крупным жестом прицелившись сделать хорошее движение на холсте и практика показалось что многие ученики прекрасно справляются с этой задачей то есть не пытайтесь мелко работать где возможно проявить жест проявляйте жест вот сейчас листья это тот случай где можно проявить жест лепестки сначала были положены причем вы видите лепестки положены в некую разбеленную розовую среду поэтому их темность успокоена разбелом второго плана но они при этом достаточно выразительны в силу своей темности сейчас более светлый зеленый цвет в данном случае разбел бирюзового где-то может быть к нему желтота подмешивается или еще что-нибудь может даже розовизна чтобы стать единым по гамме этой розовой вот укладываются светлые пятна а вот художник где-то решил усилить темность пятна чтобы получить зеленый можно взять голубой желтый либо в пользу голубого либо в пользу желтого в данном случае это бирюзовый которым я подмешивал где-то коричневизну где-то розовизну где-то желтоту а возможно подмешал и скажем ультрамарин для темности ну вот это точно с ультрамарином краска на холсте уже спала разбавитель немножко испарился немножко впитался в ткань холста и появилась некоторая вязкость вот той укладки которую мы сделали в начале и кистью можно достаточно удобно в эту вязкость вписывать цветовые настроения вы видите появилась буквально некоторая вязкость кисть краска не расползается под кистью не расползается почем зря под пальцем то есть можно вполне внятно регулировать и штриховать и консистенцию краски регулировать и форму лепестка удается укладывать что было бы достаточно проблематично в самом начале то есть я отложил эту задачу для того чтобы краска так сказать стала вы видите корпус лепестка приобрел некий центр стержень который его удерживает приобрел цветовые настроения ну практически все это есть на фотографии с которой я работаю вы видите я прослеживаю направление лепестков которые собраны в этот колокол то есть и вот так и вот так и по краю толщина лепестка даже появилась вы видите достаточно нахальное общение с кистью то есть кисть настолько свободна в руке я очень рекомендую вам присмотреться к способу держания кисти это очень технично это очень ну вот казалось бы можно было бы как шариковой ручкой провести эти лепестки нет у меня кисть плоская причем я ввожу ее и против шерсти и вдоль шерсти ну вот буквально посмотрите что происходит в руке художника как он импровизирует сейчас я держу как шариковую ручку то есть разные задачи я использовал разные прикосновения чем больше инструментарий для исполнения задачи тем лучше для нас если вы застряли с каким-то инструментом сделайте что-нибудь заметьте за собой это инструмента должно быть очень много и укладка должна быть как можно разнообразнее вот сначала я положил густоту краски а теперь ее придавил и вмазал в среду и вмазал и вы тоже когда будете это делать импровизируете вы все это можете сбрить с холста стереть тряпкой и еще раз попробовать то есть у вас возможность не бойтесь испортить лучше ощупайте разные варианты прикосновения к холсту разные варианты укладки испробуйте все инструменты следите за художником как он поступает как он поступает в тех или иных случаях технические приемы это ну львиная это подводная часть айсберга живописи вся теория поместится на полтора листа в основном это ключи к исполнению и те ключи которые вы сейчас видите они достаточно разнообразны каждая задача имеет ключи к исполнению натюрморт ли пейзаж ли портрет ли у опытного художника большой арсенал ключей и он находит в этой связке подходящие а вы должны в конкретной задаче заметить все ключи которые есть и наполнить ими ту связку которая у вас формируется то есть способы исполнения тех или иных задач не пытайтесь просто изобразить попытайтесь повторить технические приемы которые вы сейчас видите вы видите что я сейчас творил кистью я просто крутил ее и гонял вправо влево ни в коем случае не бойтесь испортить как можно больше ощупайте освойте этих приемов особенно вот пока живая краска на холсте пока она не высохла вы можете и так ее гонять и сяк масло тем отличается от всех остальных материалов что мы можем целые сутки гонять краску по холсту и она не высохнет и даст нам возможность с ней живо работать в отличие даже от акрила который высохнет по мере высыхания воды и уж конечно же от других материалов таких как акварель которые вообще не послушны вы видите мастихин и так держался и вот такой вот пируэт красиво красивый пируэт получился и я его не стал затаптывать или уточнять мне достаточно что там красивый пируэт и насколько он соответствует тому что я изображал если это звучит я оставляю если не дозвучит разрабатываю вы ведь сейчас сделал сбрил краску и обнажился немножко холст он как бы засветился холст в этих местах вы видите это место переписываются уже несколько раз и в то же время каждый раз появляются новые эффектные жесты и красиво что появляются жесты появляются интересные линии живые линии не пытайтесь просто передать изображение это никому не надо сделайте это изящным жестом вот сейчас вырезаю буквально коньком мастихина вырезал лепесток обнажился холст он засветился в этом месте если вы попробуете то же самое получите а теперь я взял определенным образом мастихин и сделал толщину лепестка еще одну толщину видите сколько инструмента используется тут же палец, тут же мастихин пробуйте так же нарастите связку ключей к исполнению тех или иных задач можно краску положить шпатлевочно как сейчас можно ее придавить как было второе движение вы видите сколько моделирующих движений и это не сверх сложная математика просто надо взять как можно больше инструментов для исполнения присмотреться всмотреться я делаю вам акцент для того чтобы заметили на что надо заметить все это конечно можно тупенько вырисовать и тоненькой или не тоненькой кистью видите тут же палец поучаствовал и я вам скажу что масса учеников очень быстро осваивает эти приемы они как бы само собой рождаются когда мы работаем с такими поверхностями когда мы работаем в данном случае крупные цветки посмотрите какие они крупные когда мы работаем с такими крупными предметами с большими фоновыми пятнами не берите маленький формат ни в коем случае распробуйте жест на хороших крупных форматах распробуйте разные технические приемы на крупных форматах ну хотя бы приблизительно таких как вы сейчас видите ну а ну а ну Продолжение следует... Каждое движение, которое вы видите. Но попытаться исполнить вот эту разнообразицу прикосновений к холсту вы обязаны. Я просто призываю вас воспользоваться всеми способами работы с холстом, с этой живой, не высохшей масляной краской. Где-то густоты, где-то сбривание краски мастихином, где-то растертость тряпкой, где-то пальцем укладка. Вы видите, я не держу сейчас кисть перпендикулярно к холсту. Я как бы тяну линию, вытягиваю, а сверху тянул вниз. Снизу тянул вверх, сверху тяну. Ведь тяну. И вы тоже тяните. Не пытайтесь перпендикулярно уложить. Некое размытое пятно цветка второго плана, которое ближе к нам, оно немножечко намекает, что там еще один цветок. И еще один. Вы видите, только что я держал мастихин, теперь снова кисть. Вдруг штриховательное движение. Кисть лежит вдоль холста. Вокруг цветка появляется свет, в котором буквально цветок клубится своими запахами. Вы видите, я держу кисть и то против шерсти провожу, то по шерсти кистью. Попробуйте вы так же поработать с холстом. Опять другой инструмент мастихин. Краску положил и придавил, вписал в среду лепестка, в жилки лепестка. А здесь почти не придавил. Оставил жесткий густой край. Ну, это вы и сами справитесь. Да, вот так. Хорошая, очень динамичная, очень живая задача. очень вкусная работа с краской. Я получил полное наслаждение. Надеюсь, и вы испытаете себя. Не бойтесь испортить, лучше сотрите и еще раз набросьтесь. Краска не высохнет целый день. Вы можете гонять ее по холсту сколько угодно раз. Распробуйте все приемы, которые вы видели. не бойтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!